Анастасия пришла, чтобы заполнить специальную анкету для волонтеров FIFA. Ей 18 лет, 3 года она помогает в организации краевых и городских мероприятий. По сложному списке их уже порядка 30. Я добрый человек, я люблю помогать людям, делать добро, нести добро. Когда нам сказали, что набирается команда городских волонтеров именно для FIFA, меня это заинтересовало. Я решила, почему бы нет, почему бы не попробовать. Пришла в 21 век, написала анкету. У нас это происходит первый раз в России сама. Я думаю, это очень интересное пройдет мероприятие само по себе. Девушка может объясниться на английском и немецком. Это увеличивает шансы на положительное решение. Уже на следующей неделе и до конца текущего года на базе городской школы волонтеров «Территория добра» будут проходить подготовку те, кому предстоит работать на тренировочных площадках в Витязево и Станице-Анапской. Организаторы школы уже получили методику подготовки. Это будут мастер-классы по общению с людьми в команде. Это обучение будет тим-лидеров. То есть ребят, которые будут проявлять свои лидерские качества именно в работе в команде, будут вести за собой. Прежде всего, это волонтер-человек, который должен нести позитив, должен какую-то надежность себе нести, чтобы люди шли за ним. Поэтому это на самом деле очень важный аспект, который мы сейчас будем очень так сильно прорабатывать. У нас ребята в городе вообще довольно-таки активные, уже принимали участие в крупных краевых мероприятиях и во всероссийских форумах. Поэтому я думаю, что никаких проблем конкретно с нашими волонтерами не будет. Очень радует то, что у нас принимают активное участие волонтеры серебряного возраста, они подключились. У них тоже богатый опыт знаний, багаж, можно сказать. Поэтому в тандеме молодежь и люди более опытные будут работать и закрывать все эти площадки. У Татьяны Андреевой была возможность побывать на Московской Олимпиаде 1980 года. Но тогда она не придала этому значения и сожалела. Поэтому в 2014 году не упустила возможность стать волонтером на Сочинской Олимпиаде. Потом дело в прямом смысле затянуло. Женщина-педагог по профессии. Поэтому отдавать ее – внутренняя потребность. Это эмблема Кубка Конфедерации, который прошел этим летом. Татьяна уже получила приглашение в Сочи на стадион Фишт, где также будут проходить матчи первенства мира. Она будет регулировать потоки зрителей. Во-первых, улыбаться, приветствовать. Они сами, зрители подходят к тебе с билетами и спрашивают, в какую сторону им пройти, в какую зону, на какой этаж. Сложно только, единственное, что смена бывает очень долго. Просто уставали ноги, и все, не более того. Так в Анапе этим летом приветствовали проведение в России футбольного первенства. Плюсы Анапы, как место для тренировок, мягкий климат и близость моря, развитая гостиничная инфраструктура, удобное расположение аэропорта. Город-курорт готов внести свой вклад в общее для страны дело. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова